приветствую вас давайте разберем ваш вопрос я наверное не буду засчитывать ваш текст потому что он достаточно объемный я буду его читать и давать комментарии как выйти замуж спрашивает автор вопроса ну вообще говоря здесь нужно четко определиться если вы хотите именно именно выйти замуж ну то есть по сути дела речь идет именно о статусе да вот статус замужества например да вот что это по большому по большому счету это по большому счету отношения по расчету вот если вы хотите просто выйти как бы замуж да то есть вам здесь нужно получается изначально по сути как бы договориться да с человеком да вот и и собственно вот отношения по расчету выстраивать а вот и все если же мы говорим о построение взаимодействия более такого ну духовного да более более такого вот, скажем, эмоционального, вот, то здесь необходимо, конечно же, работать непосредственно с некоторыми проблемами, вот, с некоторыми, скажем так, трудностями и противоречиями, вот, например, как то, проблематика личных границ, чтобы вам было, допустим, ну, чтобы вам было комфортно, чтобы вам было хорошо в отношениях, чтобы вам было удобно в отношениях, чтобы вы чувствовали себя спокойно в отношениях и так далее, вот. Дальше, мне еще не, мне уже немало лет, пишите вы, но я все еще не замужем, ну, довольно нехорошая мотивация, достаточно нехорошая мотивация, хотеть замуж только потому, чтобы вам немало лет, как вы говорите. А вот, тут вообще, эм, складывается, вот, такое впечатление, да, что, ну, что замуж вы хотите только потому, что вам, вот, немало лет. Здесь, эм, что происходит, да, что здесь происходит, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ этой, скажем так, потребностью, да, за потребностью выйти замуж, например, вы, ну, как бы, значит, упускаете самое главное, да? А именно, а именно, самого человека, ну, ну, то есть, непонятно, вы самого человека хотите сделать, допустим, ну, счастливым, вы какого-то человека, какого-то мужчину хотите сделать счастливым или нет? Вот это очень важный, как мне кажется, момент, потому что, ну, логично, предположить, да, что если не хотите, если не хотите, то совершенно очевидно, что такого рода отношения будут выстраиваться вами, ну, достаточно трудно, если вы в отношениях пытаетесь решить, вот, свою проблему, например, проблему того, что вам немало лет, а вы, вот, хотите замуж. Когда мне мама напоминает об этом, мне становится противна сама мысль об этом, ну, здесь, скорее, отношения с мамой, да? Ну, тут, скорее взаимодействие с мамой. Я не хочу замуж. Какие обоснования этому? То есть, вот, обоснования тому, что вы не хотите замуж какие-то. С другой стороны, я очень хочу замуж, и это для меня больная тема. Чем она для вас больная, и чего именно в замужестве вы хотите? Бросается же в глаза, что вы хотите именно только замуж, игнорируя при этом личность того, за кого вы будете выходить. Попытка решить этот вопрос с психологом ни к чему не привел, потому что сначала он вовсе отказался от этой темы, а другой раз сказал, что раз не хочу замуж, то и не надо. Я обиделся, потому что я хочу. Ну, здесь вы имеете в виду, наверное, то, что психолог не увидел противоречия, да? Что вы как бы говорите, что вы не хотите, а по факту вы хотите. Вот. Ну, это, наверное, вопрос, в первую очередь, вашей честности, с одной стороны. Вот. С другой стороны, важно понимать, что разные специалисты по-разному к этому относятся. Вот. Ну, то есть, например, я точно знаю, я точно знаю, что некоторые психологи действительно могут помочь, там, ну, выйти вам и жениться. То есть, некоторые специалисты этим занимаются. Я таким не занимаюсь, допустим. То есть, я не, скажем так, не довожу человека до, значит, до замужества или жениться. Мне в этом смысле кажется важнее то, чтобы, ну, человек начал чувствовать себя лучше. Вот. То есть, чтобы человек лучше, например, себя там, ну, допустим, понимал, да, чтобы лучше человек себя замешал, а дальше, дальше. А что он будет, знаете, с этим делать? Это уже решать, как бы, ему. Ну, поэтому, тут важно ещё, как мне кажется, подход самого психолога. В молодости, когда мной ещё интересовались мужчины, я их не воспринимал, а мне мама говорила, что они нехорошие, что им нужно только одно. Ну, это классическая история, когда мама настраивает вот так вот свою дочь против мужчин. Здесь, повторюсь, есть влияние вашей мамы, да, то есть, влияние вашей мамы на вас. Вот. Необходимо личные границы выстраивать, чтобы от этого дистанцироваться. Поэтому держалась от них подальше, да, почему-то вы верите в свои мамы. И вообще меня это всё раздражало, потому что мне нравились мужчины только как минимум на 20 лет старше меня. А с чем связано раздражение и что именно раздражало? То есть, раздражение, здесь оно продиктовано злостью, может быть, что, в свою очередь, означает страх. По сути, я искал от себя отца и в итоге нашла кого-то. Всё закончилось трагически. А отца вы искали, чтобы что, почувствовать себя в безопасности или что? На этом трагичном фоне я познакомился с парнами, стал с ним встречаться. Для меня он был как спасение, но на самом деле поталовать. Ну, понятно, треугольник Карпмана, да, то есть, я жертва, меня мужчина спасает, а потом, соответственно, превращается тоже в тирана. Это был психопат, алкоголик и наркоман. Ну, как бы, спасительством в отношениях люди занимаются не от хорошего психологического состояния. Я полтора года жила в постоянном насилии, и вас это, безусловно, травмировало, а травма, вероятно, сохраняется до сих пор. Он забрал у меня всё хорошее, включая все мои деньги. За это время я сильно изменилась, стал злой, побила его, ограбила, натравила на него полицию, даже чуть не убила, подстроив, как несчастный случай. Ну, тут предполагается, что вы какое-то время терпели, да, и потом, соответственно, начали взорваться. Это, кстати, ещё не плохо, что вас, получается, не сломали. Второй мой парень был совсем другим, он меня не насиловал, я была на седьмом небе от счастья, тем просто идеал, но он стеснялся официровать наши отношения при людях, в которых каждый раз притворялся, что мы не знакомы, при общих знакомых я не могла понять такие резкие перепады, и это довело меня до нервного стрела, после которого он на меня разозлился и стало, что я его позору бросил на меня, когда я познакомил его со своей мамой. Ну, здесь ситуация, конечно, по сравнению с первой может быть менее травмирующая, а может быть и больше для вас, потому что мужчина вас стеснялся. Но вот что бросается в глаза, это то, что вы говорите, не могла понять его перепады настроения. Понимаете, вам не нужно понимать перепады настроения другого человека, потому что с другим человеком происходит все, что угодно. Вам здесь желательно бы именно как-то на себя больше обращать внимание, да, и на то, что происходит с вами, а не на то, что с другим человеком. И иногда я захожу на сайте знакомств, но там попадаются либо абьюзеры, либо тупицы. Ну, сайт знакомств не лучше, не лучше место для выстраивания, опять же, серьезных отношений. По большей части я там ощущаю себя психиатром с огромным количеством умственно отсталых пациентов. Ну, я бы сказал, что здесь прослеживается такая история, что вы как бы обесцениваете, как будто были мужчины. Вот. Потому что да, может быть люди там и не самые лучшие, конечно. Вот. Но то, что вы обесцениваете их, понимаете, говорит о возможном наличии обид еще каких-то у вас. А злости может быть, а может быть и страх. Ну вот. Понимаете? То есть, ну, здесь про что? Здесь про то, что, ну, не нравится вам, допустим, человек какой-то, да? Ну, не нравится вас там, не устраивает, да, и так далее. Ну, так и не нужно на него, в этом смысле, тратить свое время. Просто. Вот. Мне же кажется, что вы как-то вот все-таки завлекаетесь или, что называется, застреваетесь в человеке. Вот. И, значит, потом вам от этого становится больно. Вот. Опять же, это история про что? Это история про отсутствие личных, личных границ. Татус. Вот. Вот. Люди бывают разными. Вот. Не все люди, понятное дело, вам подходят и прочее. Не всем людям вы подходите. Ну, вот. Значит, ключевой момент, вот один из, я бы сказал, ключевых моментов заключается в том, что как будто бы между вами и мужчиной, да, как будто бы нет общего ничего. То есть, вот, то есть, вот, как вы выстраиваете отношения с мужчинами? Вот. Что вы, ну, как бы делаете, да? То есть, как вы общаетесь, проводите время, если что-то, что вас объединяет и связывает. Вот. А, самые лучшие отношения, это отношения, где людей что-то объединяют, где люди могут получить возможность прожить какие-то, там, ну, скажем так, какие-то, эм, впечатления совместные. Да? Что? То есть, э, получить, получить, э, какие-то совместные впечатления, вот. Вот. Если, э, этого нет, то есть, если людей ничего не объединяет и у них нет возможности получить, там, совместные, э, совместные впечатления. Вот. Что, ну, такие отношения с корейцами, э, будут, э, достаточно пустыми и в них, а, значит, э, в угоду, в угоду, э, компенсации, да? Э, будут появляться, э, э, негативные аспекты. Вот. По типу, э, тех, о которых вы говорили. Например, ну, ну, например, э, вот, к сожалению, то есть, да, это неприятно, да, это ужасно, но вот, э, э, ну, систему, э, э, систему, э, э, отношения никто не отменял, наоборот, к, э, ну, ну, к сожалению, вот. Поэтому с этим нужно считаться. Нужно считаться тем, что, э, отношения работают по определенной, по определенной, э, схеме, вот. То есть, либо у нас будут отношения наполненных, где, э, мне и тебе будет, э, будет нормально, тут, где мы, э, ну, вот, э, можем, э, раскрываться, да, э, либо наши отношения, э, э, ну, ну, вот, э, будут, э, постоянно выходить, вот, за, э, э, рамки, э, ну, э, ну, что ж, адекватности какой-то. Потому что, э, например, чтобы воспри, воспри, воспринимать вас, э, как жертву, допустим, да, э, э, для этого нужны, э, э, ну, для этого нужны, э, э, нужны средства. Понимаете, да? Вот, пожалуй, пожалуй, как-то, э, э, как-то так, я бы, я бы сказал, с точки зрения, э, психологии, с точки зрения психотрастики. Э, э, дальше. У меня нет энтузиазма с кем-то встречаться и знакомиться, я реально заболеваюсь и мне надо идти на свидание. Ну, я думаю, что в данном случае для вас это слишком тяжело, что понятно. И опять же, э, я не думаю, что прям такие вот свидания, да, это что-то очень, э, хорошее и, э, э, ну, очень хорошее и крутое, э, в контексте отношений. На мой взгляд, э, свидания только акцентируют, э, э, некоторые аспекты людей делают отношения, ну, мягко говоря, не самыми свободными и не самыми легкими. Вот. Вы, э, вы, естественно, можете, э, можете, э, с этим не соглашаться, я не претендую на истину, но просто говорю об этом. Э, э, дальше вы говорите, что заболеваете, э, если надо идти на свидание, это вот очень важно, э, посмотреть, да, э, что именно происходит с вами, э, вот, что именно происходит, что вот вы, э, ну, заболеваете, вот. Что происходит, э, как происходит, да, что вы, что вы, что вы, ну, чувствуете, вот, что заболеваете, это важно, потому что это может, ну, это очевидно, что это психосоматика здесь, э, вот, но как эта психосоматика, э, появляется и из чего, э, ну, это, понятное дело, Ну, ну, понятное дело, нужно смотреть и исследовать, вот, потому что, ну, сейчас это больше просто предположение, а вы не раскрываете, в данном случае, вот, то, что имеете ввиду, говоря, значит, ну, ну, как бы, говоря, что заболеваете, вот. То есть то, что вы заболеваете, это понятно, то, что вы заболеваете, это понятно, но, э, что, что служит, э, в этом смысле, э, пусковым механизмом, э, для вашего, вот, состояния, да, то есть нервные переживания, э, страхи, злости, э, что-то еще, Вот это вот, на мой взгляд, э, очень важно выйти и посмотреть, э, вот, понимаете, да, о чем я говорю? Дальше, и хотя мне очень тяжело жить одной, вспоминая, каково быть в отношениях, я понимаю, что мне повезло, а в чем тяжесть жить одной? Я не говорю, что вам нужно жить одной, но хотелось бы понять, в чем, э, тяжесть конкретно. Э, э, человеку обычно тяжело жить с собой, э, жить одному, когда он, э, что-то не принимает в, э, самом себе. Ну, если это так, то наша, наша задача, в первую очередь, разобраться с тем, э, что вам в CPM. Э, 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 ну, сложно и, и, тяжело, э, ну, понять, э, принять и так далее. Дальше, нормальные, адекватные мужчины на меня не смотрят, потому что им стыдно встречаться с такой, как я. А что у вас такого, по вашему мнению, что им, им стыдно? Не приписываете ли вы сами себе, а, какие-то качества, а, вот, э, и все. То есть, если вы сами думаете, что мужчины с вами не встречаются, потому что им стыдно, то, ну, э, они действительно не будут с вами встречаться, потому что вы, как бы, ну, транслируете им такую идею. Вот, если вы стыдите сами себя, да, то, в первую очередь, нужно решить этот вопрос. Дальше, э, как создать семью, если я не хочу? Ответ не хочешь, не надо, не принимается, потому что я очень сильно этого хочу. Так вы хотите или нет? Мне кажется, что здесь есть противоречия, как минимум, в первую очередь, нужно его снять. Вот. А если вы, вы не хотите, на мой взгляд, вы не хотите создавать семью. Там, если вам это кажется чем-то тяжелым, вам это кажется чем-то обязательным, вот. Ну, по сути, речь идет о, действительно, каторге. И поэтому я и говорю, что цель создать семью не самая лучшая. Гораздо лучше, как мне кажется, было бы, значит, задаться целью просто выстроить отношения с, ну, с человеком. Каким-нибудь. Чтобы у вас, значит, ну, сложилось общение, вот. Чтобы у вас сложилось с ним какое-то взаимодействие, вот, чтобы вам было, ну, хорошо вместе. Вот. И так далее. То есть, вот так вот. А выйдет ли из этого что-то или нет, вот. Вам, вам уже покажет только время. Вот. Потому что, понятное дело, что гарантировать вам, гарантировать, никто ничего не, ну, не может. Вот. И не будет. Это было бы неправильно. Я так, ну, как бы, нельзя, в данном случае, обещать... Как, 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 обещать того, что не может зависеть, как бы, от вас. Да, потому что, ну, потому что есть ещё вот и, собственно, другой человек, как бы. Вот, поэтому я думаю, что такой ответ вам можно дать. Как-то так, в целом, в целом, какие-то, ну, какие-то, какие-то такие, значит, мои мысли были на этот счёт, вот, то есть решатка, конечно, вам, да, посмотрите, пожалуйста, вот, что откликнулось вам в моих мыслях, да, вот, может быть, что-то откликнулось, если что-то откликнулось, то будет очень хорошо, и, соответственно, это может послужить для вас определённым продвижением. Вот, всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь.